Какие изменения и новые законы ждут россиян с 1 октября? Чем эта неделя завершилась на фондовом рынке? Почему акции Ашинского медзавода в пятницу рухнули на 50%? И почему товары из Китая в ближайшее время могут задерживаться и дорожать? Друзья, об этом, обо всем в ближайшие минуты мы обязательно поговорим. Я вас приветствую. С вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от InvestFuture. Не забывайте ставить лайки, если вам нравятся наши выпуски. Ну и, конечно же, подпишитесь на нас на всех площадках, будь то YouTube, RuTube, ВКонтакте. Ссылочки на них есть в описании к этому видео, так что смотрите нас там, где вам удобно. Ну что ж, дорогие друзья, оглянуться мы не успели, а сентябрь уже подходит к концу. И это значит, что пришло время для нашей постоянной рубрики, в которой мы разбираем, какие важные изменения нас всех в следующем месяце ожидают. И в октябре, надо сказать, что таких изменений будет немало. Так что давайте обо всем по порядку. Ну, пожалуй, одно из главных нововведений – это повышение утильсбора на автомобили и специальную технику. С 1 октября он прибавит от 70 до 85%, ну а затем будет каждый год индексироваться на 10-20% вплоть до 30-го года. Таким образом, через 6 лет для некоторых моделей размер утильсбора может превысить стоимость самой машины. Тут важная деталь. Утильсбор выплачивают за все автомобили. И за те, что выпущены в России, и за те, что привезли из-за границы. В первом случае платит его производитель, во втором – импортер, который ввозит машину в страну. Ну, либо покупатель, если ранее утильсбор за его авто не взимался. Ну, а российские производители взамен получают компенсацию из бюджета в зависимости от степени локализации. И полагается, что для полностью локализованных машин утильсбор компенсируется в полном объеме. Поэтому в Минпромторге уверяют, что индексация не скажется на стоимости автомобилей, которые производятся у нас в стране. Ну, собственно, одна из главных причин роста утильсбора – это что? Это повышение привлекательности отечественных автомобилей. Также власти хотят стимулировать зарубежные бренды активнее открывать свои заводы в России, чтобы, соответственно, этот сбор не платить. Ну, а вот иностранные автомобили, которые ввозятся в страну для перепродажи, теперь существенно подорожают. Как ожидают на рынке, цены могут прибавить до 20%. Ну, например, для самых ходовых машин с объемом двигателя до 2 литров утильсбор вырастет с 300 до 550 тысяч рублей. При этом для легковушек с мощным мотором свыше 3,5 литров плата увеличится гораздо более существенно, примерно на 1 миллион рублей. Ну, и, как вы, друзья, понимаете, никаких компенсаций тут не предусмотрено. Однако, кое-какие исключения все-таки есть. Ну, вот, например, повышение утильсбора не коснется физлиц, которые привезут в Россию легковушку с двигателем до 3 литров для личного пользования. Если авто выпущено менее трех лет назад, нужно будет заплатить всего 3400 рублей. Для машин постарше сбор составит 2500. Но тут есть ряд условий. Нужно уплатить все таможенные пошлины и налоги, плюс нельзя продавать авто в течение года, иначе утильсбор пересчитают и потребуют его уплатить. Ну, а если за это время покупатель решит привезти в страну еще несколько машин, то на вторую и на все последующие уже будет действовать полная ставка утильсбора. Кроме того, изменения не отразятся на тех, кто ввез автомобиль в Россию до 1 октября и успел подать документы в таможенные органы до 15 октября. Так что немного времени, чтобы сэкономить на утильсборе, все-таки у нас с вами еще есть. Следующий блок нововведений касается выплат и пенсий. Ну, например, зарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 5,1%. Индексация коснется работников федеральных учреждений, госорганов и гражданского персонала силовых ведомств. Ну, то есть больше зарабатывать начнут учителя школ и преподаватели вузов, медицинские и научные работники, ну, а также представители сферы культуры. Но только если они трудятся, соответственно, в учреждениях, которые наделены федеральным статусом. Кроме того, аналогично на 5 небольшим процентов также проиндексируют выплаты военным пенсионерам. Это повышение должно коснуться почти 3 миллионов человек. Ну, и для справки, пенсии военнослужащих – это ежемесячная выплата, которую они получают после завершения службы или при получении инвалидности. Сейчас ее средний размер в России составляет 41 тысячу рублей. И при этом к военным пенсионерам также относятся бывшие сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС, ФСБ и также других силовых ведомств. Помимо них, повышение пенсии с первого числа традиционно ждет и тех, кому в предыдущем месяце исполнилось 80 лет. Для них удвоится фиксированная выплата, которая раньше составляла чуть менее 8 тысяч 150 рублей. Это повышение касается тех, кто получает страховую пенсию по старости. Ну, а вот что касается всех остальных пенсионеров, то им пока будут платить столько же, сколько и раньше. По данным Росстата, средний размер пенсии в стране на 1 июля составлял чуть менее 21 тысяч рублей. Но я повторюсь, это среднее значение по России. В некоторых регионах пенсионеры получают меньше, конечно. Ну и, друзья, если вы планируете в будущем жить только на государственную пенсию и надеетесь, что ее будут индексировать хотя бы на размер инфляции, то вы можете спокойненько это видео промотать на полторы минуты вперед. Но если вам близка установка, мое материальное положение это только моя ответственность, и я ее ни на кого перекладывать не хочу, то следующая информация может быть для вас полезна. Сегодня, благодаря всеобщей цифровизации, любой человек может зарабатывать удаленно и таким образом не только обеспечить себе приличную пенсию в будущем, но и доход выше среднего в настоящем. На биржах фриланса каждый день появляются задания, с которыми справится даже новичок. Платят за них от 1 тысячи рублей и выше, ну а выполняются они всего за пару часов работы по вечерам. Научиться находить такие задания и получить готовый план действий по их выполнению вы можете на бесплатном открытом уроке от команды NeuroBoost. На эфире вы не только познакомитесь с реальными примерами работ, но и заберете специальные инструменты, с помощью которых вы сможете заработать свои первые деньги на удаленке уже на следующей неделе. Друзья, не откладывайте обучение на потом, потому что, как правило, оно так никогда и не наступает. Это потом. Лучше сделайте простой первый шаг к достойному заработку прямо сейчас и запишитесь на наш открытый урок. Регистрация доступна по QR-коду на вашем экране или по ссылке в описании к этому ролику. Ну а пока вы регистрируетесь, я продолжу разговор о важных изменениях, которые придут в нашу жизнь с 1 октября. Например, с этого числа в России начинается осенний призыв, и впервые в армию будут призывать мужчин в возрасте до 30 лет. Еще одна новинка этого года – тестирование электронных повесток. Пока оно старует только в трех регионах – это Рязанская, Сахалинская области, ну а также Республика Мариэл. При этом, как утверждают местные власти, сейчас речь идет только о рассылке уведомлений о включении в единый реестр воинского учета. Параллельно будут присылать и стандартные бумажные повестки. Ну а электронная рассылка осуществляется в информационных целях и не обязывает, цитирую, к выполнению юридически значимых действий. Полноценный этот реестр, который будет включать 47 позиций с личной информацией о военнослужащих, должен заработать только с 1 января следующего года. Ну то есть уже после окончания этого призыва. Хотя ранее власти собирались начать полноценно его использовать осенью 2024-го. Ну а вот после запуска реестра в рабочем режиме электронные повестки уже начнут иметь юридическую силу. Они будут считаться врученными после появления в личном кабинете на госуслугах, либо спустя 7 дней после размещения в реестре. И что самое важное, с этого момента призывникам будет временно запрещен выезд за границу. Но я подчеркну, это нововведение заработает только вместе с полноценным запуском реестра военнообязанных. Теперь давайте мы перейдем к новостям фондового рынка. Ну а в завершении выпуска я расскажу вам еще об одном важном изменении в октябре, которое коснется всех россиян, которые покупают товары из Китая. Но давайте сначала про биржу. Итак, 27 сентября индекс Мосбиржи снова вернулся к росту после снижения в ходе двух предыдущих торгов. К вечеру он вырос примерно на полпроцента, но закрепиться выше отметки 2850 пунктов пока что не получилось. Тем не менее, по итогам сентября индекс прибавляет более 4%, в то время как предыдущие два месяца он заканчивал в минусе. Это еще раз подтверждает мое предположение о том, что на рынке сейчас происходит полноценный разворот. Пока что рост еще не уверенный, но он хотя бы возвращается, что, конечно, не может не радовать. Однако дальнейшая траектория рынка будет зависеть от нескольких факторов. Среди них геополитика, цены на нефть, курс рубля и, конечно же, действия Банка России. Новые геополитические потрясения могут усилить неопределенность и снизить аппетит инвесторов к рисковым активам. От нефтяных котировок и курса рубля зависят акции экспортеров, которые занимают весомую долю на нашем рынке. Ну а денежно-кредитная политика ЦБ, по сути, влияет сразу на всех эмитентов, особенно, конечно же, на компании с большими долгами и тех, кто в своей работе сильно зависит от кредитов. Ну, например, это застройщики, машиностроители, металлурги, транспортники и банки. Последним кредиты приносят значительную часть прибыли. При этом, несмотря на замедление инфляции, о котором я вчера рассказывала, риски нового повышения ключевой ставки пока остаются. Во-первых, ее рост в октябре накануне снова допустила Эльвира Набиулина. Во-вторых, своими прогнозами на этот счет поделился зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он считает, что если инфляция в следующем году будет оставаться на нынешнем уровне, то ставку могут повысить аж до 23%. При этом в базовом сценарии ВТБ ждет инфляцию около 6%, ну а среднюю ставку в районе 19%. Мне, честно говоря, не кажется, что ЦБ пойдет на столь радикальное повышение. Но все-таки рост экономики и кредитного рынка уже начинает притормаживать. И сейчас главное не перестараться, потому что иначе жесткое ДКП может принести больше вреда, чем пользам. Хотя вот на этой неделе прозвучало мнение, что ЦБ вообще должен поднять ставку выше 50%, чтобы добиться своей цели по инфляции. К такому выводу пришли аналитики из института ВЭП, которые посчитали, что повышение ставки на 100 базисных пунктов замедляет инфляцию всего на 0,15%. Но эксперты справедливо отмечают, что сейчас инфляционные процессы в России в основном носят немонетарный характер. Тут свою роль больше играют сложности с расчетами, дорогая логистика, санкции, дефицит кадров, ну и так далее. Так что одним резким повышением ставки инфляцию к таргету в 4% не вернуть. Тут нужен комплексный подход. Разделяет ли это мнение Банк России мы с вами увидим уже на следующем заседании 25 октября. Кстати, своим мнением по поводу свежих решений ЦБ и других событий я стараюсь оперативно делиться в личном телеграм-канале. Ну а еще там я каждую неделю рассказываю о новых активах, которые покупаю в портфель и помогаю новичкам делать первые шаги на фондовом рынке. Так что подпишитесь по ссылке в описании и давайте вместе прокачивать навыки инвестиций. Я не даю инвестиционных рекомендаций, но показываю, как я инвестирую сама и стараюсь вас мотивировать тоже делать это регулярно. Ссылочка в описании. Остерегайтесь мошенников, я сама никому в личку первой не пишу. Ну и завершая разговор наш с вами о фондовом рынке, хочу обсудить еще одну историю. Помните неслыханную щедрость Ашинского медзавода, который в августе неожиданно объявил дивиденды с какой-то невероятной доходностью почти в 70%? И в результате всего за несколько дней стоимость акций компании взяла и удвоилась. Многие инвесторы сразу, конечно, побежали покупать бумаги под дивиденды, а я, друзья, предупреждала, что в этом случае резких движений делать все-таки не стоит. Почему не стоит? Да потому что 27 сентября в бумагах Ашинского медзавода начался дивидендный гэп и они рухнули сразу на 50%. К вечеру снижение немного замедлилось, но все равно оказалось весьма-весьма значительным, и это было в принципе-то совершенно ожидаемо. Ну, банально потому, что дивидендный гэп всегда примерно соответствует размеру объявленных дивидендов. А дальше вопрос, закроет ли компания этот гэп. К тому же тот факт, что компания впервые за 20 лет решила выплатить дивиденды, он совершенно не гарантирует продолжение такой практики. Нынешняя выплата просто огромная, она сопоставима с размером чистых активов эмитента, и, скорее всего, это связано с какими-то внутрикорпоративными проблемами, да, или вообще с планами компании уйти с Мосбиржи. Так что новых дивидендов от Ашинского медзавода инвесторы могут больше-то как бы и не увидеть. И в итоге вот мы получили еще один такой классический пример того, как неликвидные акции могут летать из стороны в сторону, ну, а многие на этих качелях теряют серьезные деньги. Как в таких ситуациях себя вести благоразумному инвестору? Ну, на мой взгляд, лучше не вписываться в мутные истории, когда вокруг компании очень много как бы шума, пыли, все про нее говорят, вы не понимаете, ну, вот вроде все купили, я тоже купил. Если вы не хотите бегать за волатильными бумагами, да, терять деньги на своей просто невдумчивости, может быть, вам пригодится подборка хороших акций от нашего канала Ивстокс, там ребята выбрали три компании, которые, на их взгляд, заслуживают нашего внимания. Так что переходите в канал по QR-коду на экране по ссылочке в описании и забирайте подборку в закрепленном сообщении. Ну и, само собой, на канал тоже подпишитесь, там регулярно выходит масса полезного и интересного контента для инвесторов. Ну, а теперь, друзья, как я вам и обещала, давайте расскажу про изменения, которые коснется россиян, которые покупают китайские товары. В октябре сроки доставки из Поднебесной в Россию могут вырасти аж на четверть. И одна из главных причин – это длинные выходные, посвященные Дню образования в Китае. Они продлятся с 1 по 7 октября. Во время праздников логистические компании в Китае работать не будут, а это может привести к снижению темпов производства, ну а также увеличению сроков отгрузки и совершения торговых операций. В результате на терминалах могут скопиться крупные партии товаров и может возникнуть дефицит контейнеров для перевозок. При этом представители рынка сообщают, что порты Дальнего Востока сейчас и так забиты невывезенными контейнерами, ну а на автомобильных погранпереходах фиксируются двухнедельные очереди. На этом фоне в сентябре срок мультимодальной перевозки из Китая, то есть по морю и ЖД, вырос на 36% и составляет до 60 дней. Ну, само собой, на стоимость доставки это тоже влияет, конечно же, в большую сторону. Так что в ближайшее время товары из Китая будут не только задерживаться, но и расти в цене, и к этому нужно быть морально готовы. Ну, важно отметить, что нынешние заторы на границе с Китаем связаны не только с праздниками в этой стране. Тут важную роль еще сыграло и повышение утилизационного сбора, о котором вот в начале выпуска мы с вами уже поговорили. Из-за него импортеры стараются успеть ввести в страну как можно больше автомобилей и техники, чтобы успеть до роста ставок. Ну, к тому же дополнительную нагрузку создает и рост объема грузоперевозок, который связан с предновогодним сезоном высокого спроса. Так что, друзья, как говорится, планируйте свои покупки заранее и не удивляйтесь, если ваша посылка из Китая задерживается в пути. Мы сейчас, кстати, готовим классный ролик про бизнес с Китаем. На днях выйдет, я думаю, что на следующей неделе. Кому эта тема интересна, обязательно посмотрите. Ну, а у меня что? У меня на этом все. Я хочу вам пожелать, друзья, классных выходных. Пожалуйста, наслаждайтесь, отдыхайте, восстанавливайтесь, берегите себя, своих близких и свои деньги. Все полезные ссылочки в описании к этому видео найдете. И до новых встреч на следующей неделе. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Пока-пока.